Врач, подбиравший суррогатную мать для Аллы Пугачевой, получил 19 лет колонии. Понадобилось три года, чтобы закрыть дело, которое было возбуждено в 2020 году. Уже более полутора лет Алла Пугачева и Максим Галкин, иноагент, не живут в России. Весной 2022 года Алла и Максим с детьми переехали в Израиль. Но не так давно семья отправилась на Кипр. Интернет-пользователи жалеют Гарри и Лизу, которым постоянно приходится менять школу. Психологи отмечают, что из-за столь частых перемен в жизни детей их моральное состояние может страдать. Лиза и Гарри родились от суррогатной матери. В процессе поиска Пугачева и Галкин обращались за помощью в клинику Владислава Мельникова. Он также является главой компании «Росюрконсалтинг», первой юридической организации в России, специализирующейся на репродуктивном праве. Накануне стало известно, что врач получил приговор в виде 19 лет и 6 месяцев колонии строгого режима. Никулинский райсуд Москвы приговорил к срокам от 16 до 19 лет 6 месяцев врачей, специализировавшихся на организации платных услуг, в области искусственного оплодотворения и суррогатного вынашивания детей для супружеских пар, нуждающихся в такого рода помощи. Суд признал эту деятельность торговлей людьми, находящимися в заведомо беспомощном состоянии. Участвующие в деле адвокаты полагают, что осужденные врачи пострадали из-за пробелов в российском законодательстве, которое признает репродуктивные технологии, но при этом запрещает их коммерческое использование. Как следует из приговора, вынесенного судьей Константином Дубковым, преступную группу торговцев детьми создал в 2011 году учредитель и гендиректор ООО Европейский центр суррогатного материнства Владислав Мельников. Вплоть до своего задержания летом 2020 года, бизнесмен по мнению суда, руководил этой группой, планировал ее работу, координировал действия подчиненных, получал средства от клиентов и распределял их между соучастниками. Согласно обвинению, представленному на процессе генпрокуратурой, группа врачей под руководством Владислава Мельникова передала заказчикам, в основном иностранным гражданам, 24 младенца, получив за это в общей сложности 72 миллиона рублей. Дети в дальнейшем были вывезены за границу, по подельным документам, предоставленным опять же членами группы Владислава Мельникова. Суд признал последнего виновным в умышленных действиях, непосредственно направленных на куплю-продажу человека, совершенных организованной группой, в отношении двух и более лиц, находившихся в беспомощном состоянии несовершеннолетних, с перемещением их через границу РФ, и с использованием поддельных документов. Организатор группы, как следует из приговора, оказался причастен ко всем, совершенным ее участниками преступным эпизодам, и приговорен за это к 19 годам и 6 месяцам колонии. Торговцами детьми, суд признал и двух врачей ООО «Центр материнства» и «Репродуктивной медицины» Петровские ворота, заведующего отделением ЭКО Тара Сашеткова, и репродуктолога Юлианну Иванову. В соответствии с отведенными для них ролями, они выполняли процедуры искусственного оплодотворения суррогатных матерей, и оформляли подложные медицинские документы о бесплодии генетических родителей, необходимые для юридического оформления сделок с детьми. Тарас Сашетков и Юлианна Иванова получили сроки 17 лет 6 месяцев, и 16 лет 6 месяцев соответственно. После отбытия этих сроков врачам, согласно приговору, запрещено еще в течение трех лет заниматься медицинской деятельностью. На 16 лет колонии, осуждена якушер-гинеколог, высшей категории роддома номер 3, филиал номер 4 ГБУС «Центр планирования семьи» и репродукции Департамента здравоохранения Москвы, Лилия Панаиотти. Как было установлено судом, она вела медицинское наблюдение за суррогатными матерями, фотографировала рожденных ими детей и отправляла фото покупателям. Лилия Панаиотти также разъясняла клиентам, как правильно скрыть свое участие в программе, и перевести младенцев через границу. Наконец, виновными в детоторговле были признаны и две суррогатные матери, Лилия Валиева и Татьяна Блинова. Первая, по данным суда, не только вынашивала, но и ухаживала за восемью уже рожденными детьми, поэтому ей был назначен срок 10 лет 6 месяцев колонии. Татьяна Блинова, как оказалось, только выносила и родила чужого ребенка, поэтому в ее отношении суд ограничился четырехлетним сроком. В отличие от сообщников, она будет отбывать не сразу, а после достижения 14-летнего возраста ее сыном, рожденным в обычных условиях. Напомним, поводом для уголовного преследования врачей и следственными органами СКР, стала смерть полугодовалого ребенка, случившаяся в Одинцову в январе 2020 года. Приехавшие полицейские выяснили, что младенец жил в съемной квартире, со своей суррогатной матерью-россиянкой, ожидая отправки к биологическим родителям на Филиппины. Женщина рассказала, что перед тем, как забрать сына, заказчикам предстояло оплатить услуги целой бригады организаторов и участников коммерческого материнства, специалистов по ЭКО, репродуктологов, акушеров, гинекологов, наконец, обычных терапевтов, которые следили за состоянием здоровья ребенка и его суррогатной мамы. В стоимость услуги входили аренда квартиры, для проживания новорожденного и его суррогатной матери, работы курьеров, привозивших им продукты, юристов, занятых в урегулировании всех международно-правовых вопросов и прочие услуги. Оценив масштабы суррогатной бухгалтерии, правоохранители квалифицировали ее как куплю-продажу беси помощного человека, а расследование уголовного дела, с утверждением о его социальной значимости было поручено Главному следственному комитету России. Проведенное расследование установило, что торговля детьми в столичном регионе велась масштабно и системно. Заказчики, преимущественно иностранцы, передавали организаторам свои половые клетки, а те подбирали для их вынашивания суррогатных матерей в России, рожденных в клиниках Москвы и Санкт-Петербурга младенцев, затем продавали их биологическим родителям, и помогали вывести за границу. Для этого участники группы, регистрировали новорожденных в российских ЗАГСах, предоставляя заведомо ложные сведения об их родителях, а по полученным свидетельствам о рождении, оформляли для детей загранпаспорты и визы. Ни один из осужденных Никулинским судом с вынесенным решением не согласился. Предприниматель Владислав Мельников и гинеколог Лилия Панаиоте заявили, что считают беззаконием и абсурдом, выдвинутые против них обвинения в продаже детей, их же собственным родителям. По мнению адвоката Игоря Трунова, представлявшего интересы биологических родителей младенцев, громкое дело врачей появилось из-за несовершенства российского законодательства. Как пояснил защитник, Федеральный закон номер 323, об основах охраны здоровья граждан, однозначно разрешает применение вспомогательных репродуктивных технологий, в виде суррогатного материнства. При этом статья 127.1 Уголовного кодекса России, как оказалось, относит суррогатный бизнес к особо тяжким преступлениям. Продолжение следует...